ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СВЯТО ПРОЦЕУННИКОВ ВЁЗКИ ДОЖИНКИ 2021 УШУМИЛИ НЕ ВЯДОМА. Организационный штаб вызначил основные на керунке подрыхтовки. Оршанский инструментальный завод реализует масштабный инвестиционный проект «ДОПОМАГАЕ ДЕРЖАВА». Научание на английской мобе. Витебский держуниверситет освоивает новые программы подрыхтовки замежных студентов. Вітаю вас в эфире новин Витебской в области у студии Артур Смоляков. СВЯТО ПРОЦЕУННИКОВ ВЁЗКИ ДОЖИНКИ 2021 ПРОЦЕУ ШУМИЛИНЕ ВАСЯМНАДСТАГА ВЕРАСНЯ. ПРАГЭТО ОБЯВИЛИ СЮННЯ НА ЧАРГОВЫМ ПАСЯДЖЕННИЕ ОБЛАСНОГА ШТАБА ПА ПО ПОДРЫХТОВЦЕЙ ПРОВЯДЕННИЕ ФЕСТЫВАЛЮ КЕРМАШУ. Ступень готовности до жиночных объектов после масштабной модернизации и реконструкции складая больше за 80%. Больше за сотню установ социальной и культурной инфраструктуры городского поселка набудут истотно новый выгляд. Активными темпами ведется капитальный рамон жилого фонду, приводится у парадок дороги, тротуары, уличное святление. Под час нарады обмерковывались опытания организации свята, работы у всех службов, а так само проведение культурно-массовых мероприемствов. Головное – организовать свята на высокем узроуне и забеспечить гостям и же харам поселка судовный настрой. Учитывая, что городской поселок Шумилино находится в близости и от города Витебска, и от города Полоцка, и хорошее транспортное сообщение, постараемся, конечно, сделать именно хороший праздник. Интересный праздник, чтобы это было интересно не только жителям Шумилино, не только нашим дружникам села, но и жителям наших крупных городов. Шумилино – развивающийся поселок. В этом году мы собираемся создавать еще один 40-квартирный дом, что практически полностью решит проблему наших многодетных семей. Поэтому наша основная задача, наверное, будем переключаться на вторую среднюю школу. Уже заказан проект по спортивному залу, поэтому свои усилия на следующий год перебросим на вторую школу, но и будем дальше продолжать работать по поселку. Благодаря тому, что прошел бизнес, мы практически все наши магазины нашли инвесторов, которые сегодня восстановили и пришли сети. Пришли сети и Минские, и Витебские, практически все работают. Это очень и очень важно, поскольку любой товар можно купить, не выезжая из Шумилино. Для этого нас очень такое. Ну и самое главное, то, что привлекательный образ совсем другой. Я думаю, что инвесторов мы и дальше будем привлекать. Вот этот вот внешний вид городского поселка, он даст некие преференции нам на дальней киши. Это будем использовать. Значные сродки из областного бюджета, а это не меньше за 100 миллионов рублей, выдаткованы на ремонт и модернизацию объекта у социальной инфраструктуры поселка. Его внешняя притягальность служит импульсом для притягнения инвестора. Дарыч, 45% районного бюджета зараз формирует приватный бизнес. Межтым не только столица селетних дажинок обновляется. Дякуючи неабыяковым жихарам, прыгажают на Витебщине и маленькие вёсочки. Новый выгляд набывая зараз вёска Арешенка Чашницкого района. Доброупорадкованием мястечка активно займается и агоурадженец Михаил Катульский. Неабыякового земляка подтрымливают мясцовые жихары и улады. Наш корреспондент Инна Падрэцкая наведала сельскую глыбинку и доведалася, як она изменилась. А пошним часом. Батьковский дом, где прошло детинство Михаила Катульского, сенья не познать. Побудова, которой больше за 60 годов, целком адрестаурованная. Дравляные стены заменены на бетонные, адрамонтованная кровля. У парадку и дворовая территория. Начал я с чего? Я начал с хлева. Убрал с хлева вообще его. Потому что он уже не нужен, скажем так. Здесь посадил цветы, лучок, чесночок и взялся за дом. Одновить дом детинства было первой справой у спеси Михаила. А решенка для его место особливое – малая родима. А там утреба, как везка жила. Такое ожидание уместящих и уладов. Мы все как-то и косим, и каждый свой дворик, и цветочки мы сажаем, и заборчики красим, и домики покрасили у всех. И как-то мы сами во всем этом заинтересованы. Мы все делаем для себя, для своей деревни, чтобы наша деревушка была очень красивая. Жители, пусть их и немного у нас, но они все трудолюбивые. Всегда смотрели за своими домами, за своим подворьем. За это им огромное спасибо. Но вторую жизнь наша решенка, я считаю, получила, когда вернулся на свою маленькую родину Михаил Филиппович. Это да, все зашевелилось, зашумело. Гонор решенок, полный кавалер ордена славы, удельник Великой Айчиной войны Павел Бородаука. У везцы заховался дом, где после войны жил легендарный наводчик миномета. У память про героя усталевали имяную табличку. Мы работали разом. Он только брагодиром был, а дады так рабочим. Семьянин хороший был, и работник хороший был, и с соседями. Всегда, и он в любую минуту все помогал. Я каждый день прохожу сюда, и вечером, как на прогулку иду, а всегда постою. Ушановать имя земляка пропоновал Минаевита Михаил Катульский. У будущей нью он планует перетворить дом ветерана у соправдный музей. До речи у Арешенка з'явилось и еще одно особливое место – помник мясцовым жахарам. Скульптура, присвеченная працанникам сельской господарки, пакуль одиная славутость у везцы Арешенка. Композиция уявляет собой мужчину и женщину, які скончили складанную працу и вертаются до дому. Правообразами застылых героев стали батьки Михаила, Филипп и Надея. Скульптура целком передая их портретное подобенство. Зараз на супроте этого помника будуется будущая славутость мясточка – каплица. Заложили фундамент, вот у меня проект есть. Дальше, значит, будет строиться часовня для того, чтобы люди проходили и молились. Она будет состоять из красного кирпича, купол, вот он купол, крест. Ну, как обычная часовня. Арешенка Чашницкого района дякуюча неабыяковым местечам зменяется. Везка прыгажее, а я ежихары марать, капсюды верталася молодь. Инна Падрэцкая, Станислав Дудзин, Новины, Чашницкий район. Падрабязні про тое, як развіваецца сельская глыбінка, и чым яна привабливая городжан, што я не вертаюцца на малую родзиму, на Беларусь-4 Витебску программе «Вязкоуцы» 18-го жнивня у 20.30. Тым часам 10 миллионов беларускіх рублёв отрымай Аршанский инструментальны завод на реалізацію масштабнага інвістаційнага праекта. Сродкі выделіць з Республіканскага Централізаваннага інноваційнага фонда, што прадугліджена пастановой Савета Міністру ад 14 жнівня. На прадприємстві, якою ваходзіць у склад Мінскага тракторнага завода, будзі арганізавана вытворчыць сучаснага металларезнага і допаможнага інструмента з укораніннім інноваційных технологічных працесаў. Проект уключає два етапы. Перші ўжо завершаны. Набыты більш за два десяткі станков, абсталяваны новы ўчастак гальваничнага пакрыця деталяв. Другая частка праграмы – стварыння цеха павытворчасті сучаснага інноваційнага металларезнага і допаможнага інструмента. Обарудування сьогодні, каторе мы ведем заказ, нахоцца на стадзіі праізводства. Обарудування мы закупаєм по рекомендацій нашого іностранного партнёра. Это в основном імпортнае обарудування. Для закупки этого обарудування нами получене разрешэння головы государства. Реалізація інвістаційных праекту – адзін з пунктов праграмы розвіця Аршанськага района, разлічанай да 2023 года. Яна затверджана указам керівніка Дзержавы номер 506, які стымулявал ў регіоні розвіццё бізнесу. Пратягваем выпуск. У адносінах власніка дельталёта, які упал ў озера ў Витебскім районі, узбуджана крымінальнае справа. Нагадаєм, інцидент адбывся ў вечары 10-го жніўні на озері Добрына, ў вёсцы Асіновка. Дельталёт, якім кераваў місті, чупаў з вышыні 10 метров і пыгрузіўся на дно. Яшча до приезду ратаўнікоў відавочцы да памаглі выбрацца пілоту. 39-гадовы пасажырку выратаваць не удалося. Жаншына загінула. Слеччая досталі паветраныя судна з воды і агледзіли яго. Призначаны шэрых экспертыз. Установлено, што 60-гадовы мушчына не імеў права кераваць літальным апаратам, ў агоні было пасвечання пілота і дазволу на викарыстання паветраны прасторы для жыцявлення палётаў. Следственным управлением УСК по Витебской области в отношении 60-летнего жителя Витебского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. Лицом обязанным соблюдать эти правила в силу выполняемой работы, повлекшей по неосторожности смерть человека. Он допрошен к нему, применена мера парциального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается. У ближайший час следчым предстоит установить причины падения літального апарату и ўсе обставины здарыня. Пилоту дельталёта може пагражаць до 5 годов обмежавання альбо позбавлення волі. До інших тем, аптовага наркокурьера з буйной парты і небязпечных психотропаў затрымалі ў Витебску. Як поведаміли праваховнікі, 27-гадовы мужчина на протягу года працаваў кур'єрам і закладчикам ў одним з інтернет-магазінов. При гэтым распавсюджував наркотики не толькі ў Витебскай, а яще на території Мінска і Мигілёвскай областей. Затрымалі Витебляні на пачас транспорціровки чарговой парты і забароніных речевоў. Забароту конфіскавалі звыж 800 грамов наркотиков. Во время череды транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотраў автомобіля были найдены особо опасные психотропные вещества – параметилофедрон і альфа-ПВП. Обща маса изъятого составила почти 200 грамов. Також наркотики і спеціальні інструменты для их завершення фасовки были обнаружены і в квартире витебчанина. В ходе дальнейших оперативних мероприятий в различных местах Витебска, Полоцка і Оршу удалось изъять ёще более 100 закладок з наркотиками. Мужчына затрыманы, узбуджена кримінальнае справа за незаконны абарот наркотиков. С пачатку года ў Витебскаў області зафіксавана 200 злачынству, звязаных з незаконным абаротам наркотычных сродков. Праваховнікі конфіскавалі каля 16 кілограмаў наркотиков і психотропаў. Сяроды іх ў большасті – марихуана, міфідрон, альфа, півіпі. Першы выпуск магістра ў юнаковы дзяўчаць Кытая, які навучаліся на англійськай мові, прайшоў у Витебскім дзярж універсітеці ім'я Пятра Машэрова. Беларуская навучальна установа пайшла на сустрыч магістрантам і не толькі падрыхтавала для іх асаблівы расклад заняткав, а й пановаму арганізавала аддукаційны працэс. Уперед пандэміі студэнты ў вогулі ў піршыню апрабавалі систэму інтерактывнага навучання. Падрабязнасті ў Сяргія Іскола. Яшчы недаўна магістранты, а сёні ўжо маладыі спецэціалісты, будучыя психологі, дэзайнеры, мастакі і мастацтвознавцы. Больш за 200 выпускніков з Китайской Народной Республіки скончыли магістратуру Витебскага ўніверсітэта. Я вучылася на кафедры мастацтву і вельмі люблю гэта універсітэт. Беларусі гэта прыгожая страна, а Витебск гэта вельмі прыгожая міцца. Універсітэт мае долгу ёсторую і я рада, што тут вучылася. Вялікі дзякуй. Китайскіх студэнты ў Витебску звычайна навучаюць на рускай мові. Але каб пашырыць магчымасті і працягнуць як мага больш маладых людзей, Витебскі універсітэт ў першыню прапануваў лекцій на англійськай. Адукаційная программа стартывала в осіню минулого года і проходзіла ва умовах пандэмії кавід-19. Глобальны локдаун ўнёс свае карэктивы. Пришлося сумястіць традиційныя лекціў в аудиторых і навучанні в онлайн-формаці. У нас іспользуюцца абразувацьцяная платформа Moodle, каторая пазваляець аўчатся зі студэнтами інтерактивна, выдаваць им задання, оцэніваць задання, загружаць інформацію. Судя па отзывам, студэнты довольны тем качеством абразування, каторая была им предложена. Студэнты пачалі прабываць ва универсэтэт для завершэня сваих магістарскіх диссертаций толькі вясной. А лі годна падрахтавацца давыняковага в апрабыванні не перашкодзіля ніякіе тяжкасті. А ўжо тымбольш сумешчэнае онлайн- і офлайн-навучанні. Першы вопыт аказаўся удалым. Такий симбіюз открыває для университета новая махчимості у супрацівництві з іншими країнами. Университет Машерва сотрудничаєт более чем с 30 странами с точки зрения образовательного процеса. Вместе с тем договорів о сотрудничестві международних у нас более сотні. І ми сотрудничаємо і з западной частю света, і з восточній частю света. Паэтаму думаю, што наш опыт пазваляець нам ставіць самыі грандиозны цэлі. Юнакі і дзеучаты з Кітая отправляюцца на Радзіму. Там их чыкае прэстыжная работа і гоноровы статус. Выпускнік Віцебска га Дзержавного университета імя Петра Машэрова. Сергій Скол, Ян Пчельніков. Новіны. Віцебск. Важнае і самая цікавая новіны з жыця Віцебскай в області, доступная ў інтернеті. Асобные сюжэта і цэлая выпускі новіна, актуальна і популярнае проєкты Телі Радзію кампанії Віцебск, можна знайсці на офіційным сайці віцеві.бай. Заходці і підписуйціся на наш Ютюб-канал, долучайціся до нас у саціяльних сетках і месенджерах. І нахэтым віпуск новіна завершена. Я з вами развітваюся. До зустрэчі. У ближайші суткі па в області будзе воблачна с пряясненнямі. Ночу і раніцца і короткочасовыя дожжі. Навальніцца. Слабый туман. Днём піроважна без опадків. Ветір паудніва заходній 4,9. Парывы днём до 14 метров за секунду. Температура па вєтру ночу 10-15. Днём 19-24 градуса тепла. У Віцебску будзе воблачна с пряясненнямі. Ночу і раніцца і короткочасовый дожж. Навальніцца. Днём без істотних опадків. Температура па вєтру ночу плюс 13-15. Днём 22-24. Віше і за ноль. Днём було пауднів.